Итак, всем привет! Привет, мальчики и девочки! Сегодня я буду говорить о ФОПе. Первое, что приходит, когда мы слышим, что яички, это плохой код, правильно? Это ужасно, противно. И это правда, на самом деле, ребята. Если взять, скажем, WordPress или еще что-нибудь такое страшное, посмотреть, как там они выглядят, это ад, это ужас. По совету я думаю, что неужели на ФОПе нет нормальных инструментов, которыми можно пользоваться. Но нет, оказывается, есть. Сегодня я буду вести речь о Symfony, которая, собственно, является собой ИИЧПИС-человеческим лицом. Итак, встречаем наш гость в Symfony. Итак, и что это такое Symfony 2, да? Symfony, в первую очередь, это ИИЧПИС-найбор для любых разработок. Действительно. То есть, не стоит путать разработку сайтов строительства. Я могу сделать сайт за минуту. То есть, я зайду на ucos.com, накликаю, у меня есть сайт. Но, это не разработка, ребята. Разработка, это когда мы садимся и пишем рот, правильно? Да. Вот. Еще второе Symfony, это набор независимых компонентов. То есть, что это означает? Если открыть PHP-приложение, какое-нибудь страшное адское, там все будет вот так переклетено, и в нем будет очень тяжело разобраться. Symfony, он не такой, он хороший. Так. И, надо стоит, конечно, сказать, что Symfony, как ни крути, это самый популярный PHP-проект на GitHub сейчас. Вот. Идем дальше. Вот. А что внутри вот этого Symfony? Чего я вот так молюсь, что он такой дороже и добрый, ласковый? Вот. В Symfony есть Dependency Injection. То есть, есть Service Container. Вот. Кому-то это может не понравиться, но кому-то это... Лично мне это очень сильно нравится. Это означает, что мы можем, как бы, декомпенсировать наш пол и все будет, как бы, хорошо. Дальше. В Symfony есть ORM. Думаю, по хпшники в курсе, что такое Doctrine 2. Это тот же Clone Hibernator. Только на PHP. Вот. В Symfony 2 очень много тех частей, которые, действительно, взяты с других языков. К примеру, там, когда я пишу по Symfony 2, у меня такое ощущение, что я использую Spearly VC. Вот. Из Java. Дальше. В Symfony, конечно же, есть шаблонизатор. Как же без этого? То есть, там используется двиг. Я думаю, если механизм окей, они сразу скажут, аааа, Spearly с фитона. Это правда, да, Spearly с фитона. Ну, что поделаешь, если там же так классно. Так. Ну и, конечно же Symfony 2 поддерживает DHT 5.3, а это значит PSR 0, то есть стандарты авталотинга, стандарты наименования классов и так далее. Все это у нас есть. Итак, подробнее. Давайте рассмотрим вкратце. Я не хочу вам показывать код сегодня. Что такое Dependency Injection? Это когда мы можем, скажем, у нас есть класс Foo, Boo, ClassName. Это наш сервис, который, допустим, зависит от других сервисов, да. То есть, представьте, у вас есть мейлер, который отсылает там, не знаю, имейлы. Он может зависеть от соединения с базой данных, еще от чего-то, не знаю, от провайдера, юзеров и так далее. Все эти вещи можно указать в таком вот пайле конфиграционном. Раз пишем, объявляем сервис, это все потом инжектится в контроллер вот таким вот образом. Ну, это не аннотация, ребята, это PHP доки, это страшно и ужасно, но что поделаешь, больше на другое PHP не способны. Ну и на этом спасибо, на самом деле. Пишем di-inject-my-service и ура, у нас мы можем обращаться к этой переменной. Здесь у нас уже будет сконфигурированный сервис, где будет все необходимо для работы. Вот, такой подход, конечно же, помогает улучшить распределенность кода, тестирование и прочие моменты. Смотрим дальше. URM. Ребята, URM это не UROMO. UROMO это то, что мы любили и едим. URM мы тоже будем любить и есть. Почему? Вот смотрите, вместо того, чтобы писать злые SQL-ные запросы, как только что говорил нам дядя Андрей Гуренов, мы поступим нубским образом. То есть мы создадим нового юзера, за сетем юзернейм, пароль, скажем, entity-менеджеру, то есть менеджеру сущностей. Сохрани и опусти в базу данных. И ура! В нашей базе данных появился новый пользователь. Классно? Не надо писать вот такой вот злой код. sqtf, insert, там, еще повезло, если вы не забыли, mysql, escape, realescape string, ssha256 и прочие страшные вещи. Конечно же тут чисто похопешный. Дай! Капец. Капец. Вы, конечно же, видите линки снизу, вы можете не терять время, открывать, собственно, сайт и смотреть, что там есть. Потому что моя презентация, она, так себе, тут полезной информации в принципе нету. Ну, тесты, я расскажу вам о тестах. Я думаю, все знают, что это такое, да? Многие, вот, к примеру, я, когда я открыл сайт Zen фреймворка второго, второй Zen фреймворк. Это же Zen, они разрабатывают OHP. Я думал, что у них должен быть самый кошерный фреймворк. И что уже? Нет, оказалось не так. Я посмотрел, как они в шаблонах юзают OHP. Это страшно. Там могут проникнуть в ваше приложение эксцессии и прочие страшные вещи. Вот. А Symphony поступил другим путем. В принципе, он просто спер у Python шаблонизатор Twig. И это круто, потому что... Почему? Потому что Twig, он, в принципе, ничем не отличается от Smarty на самом деле. То есть, то, что умеет Twig, умеет и Smarty, но в Twig можно разрабатывать расширение кошерным путем. То есть, сделать класс, нарисовать на него тесты и все будет в шоколаде. То есть, у нас полный контроль над расширениями для шаблонизатора. Дальше. Есть такая вещь, как Asset. Я думаю... Например, в Ruby есть тоже Asset Pipeline. Это немножко похоже. Ребята над этим работают. Ну, как бы, можно писать Coffee Script в POHP. Это великое достижение, я считаю. Смотрим Twig Connection. Ну, я думаю, питанисты знают. Можно экстендить шаблоны. То есть, есть наследование. Можно блоки overriding таким образом. Можно include что-нибудь. И так далее. Любое... Все вот эти вот keywords, которые вы видите, вы можете сами сделать такие же, похожие, overriding и так далее. Вот, смотрим дальше. Что такое Asset? Asset – это... Ну, вот то, что вы видите. Это страшно, конечно. Можно вот из нашего бандла, о бандлах попозже, взять все, допустим, JS, которые в этой папке. Это все вместе сжать, собрать, скомпилировать, прогнать через, скажем там, YUI-компрессор, заофрусцировать это дело. И вот так вот, короче, его зафигачить в браузер. Это, в принципе, очень удобно. Но пока страшновато. Мне это не нравится. Хотелось бы видеть что-нибудь вроде как плагина ресурсов для Grails. Чтобы можно было указывать в зависимости от одних ресурсов от других. К примеру, мой, скажем, app.coffee зависит от jQuery. Указать это где-нибудь в компьютерном файле, чтобы это все само подгрузилось. Этого пока нет, но ребята над этим работают. Дальше, композер. Ребята, BHP действительно с человеческим лицом. Почему? Композер, что это такое? Это менеджер зависимости. Думаю, люди использовали Mavin, что-нибудь подобное, Gradle, все еще есть. В Ruby есть. В Ruby James, по-моему, Rake. Ну, Bungler, по-моему. Да, вот. Это то же самое, только для PHP. То есть мы можем создать в файле Composer JSON, написать наши зависимости, скачать композер, выполнить команду и все. Композер сам скачает и установит нам все необходимые зависимости. В PHP этого никогда раньше не было, ребята. Приходилось скачать все вручную, распаковывать, париться. И причем композер сам вам сделает автолодинг, вам даже не надо париться. Композер, либо установлен через композер, содержит конфигу, которая будет позволять этой Ruby загружаться в приложение без усилий лишних. Идем дальше. Сизурить. Да. В Symfony 2 есть понятие security. Это безопасность. Безопасность, ну, что это означает? Это означает, у нас есть, допустим, необходимость засекюрить определенные URL. Засекюрить, защитить, скажем, некоторые объекты. Скажем, у нас есть объект User, да, там, у него есть поле, не знаю, ENN Code или еще какая-то хрень. Вот. И этот код должен видеть только администратор. Вот. И Symfony позволяет это сделать. На самом деле, часть Cisurity из Symfony, она тоже связана из Spring Security, из Java. Но это хорошо, потому что Spring Security это классная вещь. Идем дальше. Вот. Код климент Cisurity. Как работает Cisurity в коде? Вот. Смотрите, мы берем, у нас есть сервис любой, абсолютно. Ребята, сервис это не контролер, это не вьюшка. Сервис в контейнере. Он. И тут есть, это не аннотация. Ну ладно, будем называть аннотация. Аннотация Secure. То есть, к этому методу могут иметь доступ только RoleUser, RoleFool и RoleAdmit. И также можно проверять. Если Security Context дает разрешение отредактировать вот этот объект, то там, и дальше включим свой код. То есть, использовать Security в Symfony очень просто. Достаточно сконфигурировать пару банков. Так смотрим. Поддержка командной строки. Командная строка согласитесь, это круто. Я думаю, все согласны. Вот. Напоминаю, что командную строку лучше всего любят, конечно, вместе с Linux, потому что как-то Symfony в Windows я себе не представляю, честное слово. Вот. Командная строка. То есть, вы можете создавать свои команды. То есть, берете просто вот команду и пишете. Допустим, вам надо, не знаю, удалять файлы все время, постоянно. Вы можете зафигачить команду в Symfony. То есть, можно почитать на сайте, как это делается, и использовать вперед. Смотрим дальше. Что там еще? А, я говорил про бандлы. Ладно. Да, про бандлы. Symfony 2 сидит полностью на бандлах. То есть, бандлы, это вот видите, вот такие вот модули, из которых состоит наше приложение. То есть, бандл он, как бы, ну, деталей рассказывать не буду, вы все умные, сами прочитаете. Вот. Бандл это, грубо говоря, модуль, который может привнести в наше приложение не только просто какие-то классы, библиотеки, но даже готовый функционал можно включить. То есть, бандл может содержать роуты, скажем, формы, контроллеры, которые можно сконфигурировать и, допустим, запикачить карминку на халяву. Или еще что-нибудь. На халяву. Бандлы, да. Их 1660, что же. Symfony это много, согласитесь. Но, наверное, не так много, как в каком-нибудь, не знаю, там. Ну, в Ruby, по-моему, раз 10 больше джемов. Ну, я не уверен точно. Так, ну и без бандлов, конечно, наша жизнь баланда. И, какие у нас бандлы есть, вкратце я расскажу. Допустим, есть Doctrine Fictures Bundle. То есть, это бандл, который помогает загружать фикстуру. Это очень удобно. То есть, у вас есть проект, вам нужны данные текстовые. Вы пишите фикстуру, загружаете через консоль и опа, вы можете играться там, продолжать девелопить ваш проект. Есть бандлы для миграции, есть бандлы для регистрации пользователей, есть бандлы для создания админок, есть бандлы для создания REST-сервисов. Есть бандлы для, то есть, для пагинации есть бандлы. Есть бандлы для работы с Elasticsearch, к примеру, очень хороший бандл, я считаю. Есть бандлы для работы с MundoDB, с NoSQL и прочими веселостями. MundoDB, Bootstrap Bundle, это бандл, который включает в себя Twitter Bootstrap, тоже хорошая вещь. Вот, ну хорошо, конечно, а как это все мы будем тестировать? Вот, мы загрузили кучу бандл в приложении, у нас вот оно все хорошо летает. И вот, TDD, то есть Test Driven Development Star и добрый PHP Unit. Ну, PHP Unit, я думаю, знаем все, я рассказывать про него не буду. Вот. Также есть возможность использовать BDD в Kansas'ах, в PHP, представляете? Это действительно PHP с человеческим лицом становится. В BDD мы используем Behub и Ming. Что это такое, я рассказывать не буду, вы можете посмотреть на сайте. Но, BK, вкратце, это клон кукумбера, OOP. И кукумбер позволяет нам делать следующее. Мы пишем feature, то есть, мы говорим, ну, user story, грубо говоря. Вот мы, вот, допустим, у меня есть википедия, да? И я хочу чего-то поискать. Я пишу вот такое описание, feature, допустим, поиск википедии. И описываю немножко, и пишу сценарий тестирования. В сценарии, допустим, я нахожусь на такой-то странице, пишу такое-то, заполняю такое-то поле вот этим значением, нажимаю на кнопку search, и я должен увидеть на странице Agile Software Development, к примеру, да? Ребята, вот этот код, это даже не код, этот user story может выполняться. Вы можете в это поверить? То есть, вы запускаете команду и что делает? Он берет, пачит эту страничку, переходит и начинает выполнять все эти инструкции. Причем, вы можете добавлять свои инструкции, свои степы, грубо говоря, вот. И это все будет работать. Вы можете создать перед этим, перед запуском сценария своих пользователей базе данных, нужные вам посты, не знаю, и так далее, сущности. Вот. Гидрат это классная штука. То есть, я вкратце так рассказал, вы сами потом посмотрите. Вот. Что я могу сказать, ребята? Это все действительно БХБ с человеческим лицом. Правильно? АПЛОДИСМЕНТЫ Буря, что есть, тебе вопрос можно задать? Вот. Вот аналоги для бюджетов, которые называются. Банкут. Да-да, они выглядят так, что они понадобятся любому проекте, даже не вебном. Они точно привязаны к Symfony? Нет-нет-нет-нет. Вот. Банкут, это не совсем бюджет. Это, грубо говоря, модуль для Symfony. У Symfony, как я и сказал, есть dependency, сервис контейнер, который IOC контейнером является, по сути. И банды, они могут проинициализироваться в приложении и получить доступ к этому сервис-контейнеру. И там создавать своих сервисов, создать свои странички, консольные команды и все остальное. Вы не понимаете, я просто долго готовился к презентации. Есть еще вопросы? Или он на другой ответ вопрос? Ну, если все, можете идти отдыхать.